Социальная поддержка – это одно из главных качеств по-настоящему сильного государства и проявляют эту заботу о людях социальные работники, чей профессиональный праздник в нашей стране отмечается 8 июня. Соцработники – люди с добрым сердцем, которые щедро делятся своим душевным теплом со всеми, кто в этом нуждается. Мы побывали в отделении временного проживания Славянского центра социального обслуживания населения, которое находится в самом центре хутора Барониковского. Здесь очень красиво, много цветов и зелени. В уютной беседке отдыхают пожилые люди-инвалиды, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь созданы все условия, чтобы проблемы этих людей отступили и, возможно, остались позади. Мы всячески стараемся подставить плечо помощи, помочь людям выйти из жизненной трудной ситуации. Каким образом? Это и работа психолога, это работа массажистов, это работа лечебного физкультурного кабинета, это работа медиков. То есть целый коллектив в количестве 26 человек круглосуточно осуществляет уход, оказывает помощь, создает условия, ну, скажем так, приближенные к домашним, чтобы человек мог почувствовать, что он не одинок в своей проблеме. Условия проживания, отделение рассчитано на 25 человек, максимально приближены к домашним. Здесь хорошие комнаты на одного и двух человек, удобный холл, кабинет лечебной физкультуры, столовая, где пациенты получают четырехразовое горячее питание. Но самое главное, что здесь работают увлеченные, неравнодушные люди, настоящие профессионалы. Все проблемы мы оставляем за периметром. Как бы ни было, мы должны улыбаться. На нас ежедневно смотрит огромное количество глаз, которые ждут от нас тепла, внимания, заботы. И равнодушным людям, людям, которые приходят просто так на работу, здесь не место, я вас уверяю. Коллектив состоит из 26 человек, и уже на протяжении многих лет коллектив не меняется. Довольны ли люди с ограниченными возможностями здоровья и наши пожилые сограждане своим пребыванием в отделении и тем, как к ним относятся? Мы обратились к ним с этим вопросом и получили только отличные отзывы. Здесь, между прочим, мне очень нравится. Персонал обслуживающий очень внимательный. Мы всем обеспечены. Я первый раз нахожусь тут. Относятся хорошо. Питание нормальное. Ну, как все. Наедаемся, не голодуем. Все, что просим, выполняют. В отделении обеспечивают и досуг людей. Они читают книги, занимаются любимым делом. Если нужно, всегда можно пообщаться с квалифицированным психологом, круглосуточно получить медицинскую помощь. Все это обеспечивается благодаря нелегкому, самоотверженному труду социальных работников, благодаря их отзывчивости, милосердию и неравнодушию. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует...